Чё как, с вами Камрад. Сегодня я решил не снимать живую часть для этого ролика, поэтому вы будете слушать мой монотонный голос и весь хронометраж. До того как стать кинорежиссёром и снять свою версию «Тёмного рыцаря», «Сонную лощину», «Бетлджуса» и много чего ещё, Тим Бёртон начинал свой творческий путь с анимации. После окончания учёбы в Калифорнийском институте искусств и помощи Ральфа Бакшинат «Властелином колец», в 1978 году он оказался в стенах студии Уолта Диснея, когда внутри мышиного дома менялось поколение аниматоров. Сегодня я предлагаю вам небольшой ликбез по его самым первым работам. Что в анимации, что в кинематографе. Заниматься анимацией Тим Бёртон начал ещё в школе и продолжил это делать после поступления в Калифорнийский институт искусств в 1976 году. С 1971 по 1979 год он срежиссировал по своим сценариям 9 анимационных работ, благодаря которым его вскоре возьмут на студию Дисней. Однако большинство его самых ранних работ были безвозвратно утеряны, а в случае ужастика по следам монстра Сильдерея до наших дней сохранилось только полторы минуты общего хронометража. Любопытно, что потом сцены на приёме у зубного врача или у ещё кого-нибудь появятся скоро и во многих других картинах Бёртона. По приходу на студию, ещё тогда в качестве дизайнера персонажей, Бёртон успевает поработать над ранними концептами будущих лент студии. Полнометражных мультфильмов «Лис и пёс», «Чёрный котёл», а также над фильмом «Трон», где впервые начались опыты с использованием компьютерной графики. Вот как описывал свою работу на Disney Team. На тот момент у компании не было конкретных целей, и я был под крылом у великого аниматора Глена Кина. Я был его ассистентом, и он пытался научить меня рисовать лисиц и других зверушек. Но я был неприконен для такой работы. В конце концов и руководство это поняло, но вместо того, чтобы меня уволить, они давали мне другие проекты, так как им нравились мои рисунки. Это продолжалось год. Да, многие его рисунки, даже те, которые были нарисованы ещё в детстве, также перенесутся на киноплёнку. Наступает 1982 год, и выходит первая крупная анимационная работа, где усматриваются автобиографические черты самого Тима Бёртона и дальнейший тон всех его будущих картин. В Винсенте, где была использована кукольная анимация, сюжет в стихах рассказывал нам о мальчике, воображавшего себя большим поклонником Винсента Прайса. Данного актёра Бёртон позвал на съёмочную площадку для записи текста от автора, а сам мистер Прайс считает данную короткометражку лучшей работой в кино. Но он сам ещё появится у Бёртона как создатель Эдварда «Руки-ножницы», а также успеет поучаствовать в, увы, незаконченной документалке «Разговоры с Винсентом». Последняя же не была завершена по причине смерти Прайса от рака лёгких в 1993 году. В год выхода Винсента на студии происходит запастовка аниматоров, дившейся около 10 месяцев. Из отрывков записей, анимационных вставок и мало связанных между собой диалогов рождается «Луао» — «Вечеринка по-гавайски», сделанная в соавторстве с Джерри Риисом. Все задействованные актёры были аниматорами, и до обнаружения самой ленты, которая также считалась утерянной, многие гадали, в каком формате она была снята — в игровом или же полностью анимационном. Уловить смысл от такого получасового фильма будет очень тяжело, «Даже я не смог понять все творения». К тому же картина была записана на ВХС и имела около 20 копий, где сами режиссёры фильма в лице Бёртона и Рииса не входят в число их владельцев. Последней каплей начальства, поставившей крест на дальнейшей работе Тима Бёртона внутри студии, стал Франкен Винни. Отчасти эта детская интерпретация Франкенштейна Джеймса Уэйла имела личный характер для самого режиссёра. В детстве его верным другом был бультерьер Спарки, которого в один роковой день насмерть сбивает машины. Эту историю из жизни он решает экранизировать со своими видениями. В фильме мальчишка с говорящим именем Виктор Франкенштейн повторяет эксперимент из школы с электричеством и таким образом воскрешает своего питомца, попавшего под колеса. Но несмотря на изначальное сокрытие того факта, что Виктор воскресил собаку, соседи стали видеть Винни монстра. В финале ленты, после поджога мельницы этими же соседями, Франкен Винни спасает Виктора, но сам повторно погибает. Только после этого все злопыхатели поняли, что от самой собаки никакой опасности и вовсе не было, раз оно решило пойти на самопожертвование. После этого Франкен Винни вновь оживляет и хэппи-энд. С самого начала прокат должен был идти с перевыпуском Пиноккио. Выход ленты постоянно откладывали, так как боссы боялись, какое впечатление будет у детей от просмотра, дабы не портить себе имидж. И несмотря на заслуги режиссёра по работам даже для телевидения, с формулировкой «пустая трата рабочей силы и денег» Тима Бёртона увольняют из мышиного дома, забыв даже о возможной экранизации «Кошмара перед Рождеством». Но нет худа без добра. Франкен Винни позднее был выпущен на ВХС, а вот ранние промокопии разошлись по разным студиям. И вскоре Пол Рубенс предлагает Тиму поучаствовать в качестве режиссёра полнометражки «Большое переключение Пиви». Несмотря на заказной характер, фильм окупил свой бюджет и многие студии, включая Warner Bros. стали присматриваться к Бёртону. Увидев в нём большой потенциал, ему предлагают вдохнуть новую жизнь в Бэтманиаду. Но перед этим он должен был снять промежуточный фильм, которым стала чёрная комедия про Битлджуса, вышедшая три года спустя. А что касается анимации, то позднее, после всех успехов в качестве кинорежиссёра, Дисней снова вернётся к нему с предложением об экранизации его поэмы о Джеки Скеллингтоне и Кошмарном Рождестве. Но из-за съёмок сиквела Бэтмена на кресло режиссёра садится его давний друг Генри Серик, а Тим остаётся в качестве сценариста, продюсера и автора идеи самого мультфильма. И кроме Кошмара перед Рождеством, под его предводительством в 2005 году появится труп невесты с Джонни Деппом и Хеленом Боном Картер, а семь лет спустя уже полнометражная версия Франкен-Вини, выполненная в любом формате стоп-моушн-анимации. А ведь благодаря переносу жизненной истории со Спарки у Тима Бёртона как раз всё и закрутилось. И с тех самых пор во многих его картинах и даже мультфильмах мы не раз увидим собаку, спутника главного героя и авторский почерк самого режиссёра. Может оно и к лучшему, что его из Диснея уволили с первой попыткой оживить своего верного друга на киноплёнке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok